познакомимся с чаем по традиции на 5 у нас сегодня вообще очень интересная тема на самом деле очень интересно пуэры во первых вот они тут лежат я уже приметил пуэры это интересно но все ждут секрета понимаете а реально будет секрет только единственное надо сказать нашим зрителям что секрет будет в самом конце начали от самом конце секрет будет собственно говоря не один ну однозначно тема с пуэрами интересно во всех отношениях вот мне например всегда было интересно вот эта парадоксальность его взаимодействие со временем само по себе вот это творческая способность фильтровать через себя время пропускать какие-то временные волны формировать свой вкус под воздействием времени и ты знаешь как бы я пытался всегда понять а почему за счет чего это происходит но вроде есть вот это волшебство проявляется на во вкусе и в аромате цеть настои и вроде бы смысла копаться в этом нет но интересно когда ты понимаешь почему это происходит а происходит это потому что сам пуэр изначально будучи сделанным чаем во первых там особое сырье ну как правило качественное лесное а во вторых в пуэр есть еще засыпаем удивительная особенность что в первичной базовой технологии лист слегка ферментирован ну вот это знаменитый как китайцы называют шайтин высушенный на солнце чай какая-то древняя архаичная форма зеленого чая то есть настолько древние что тогда еще люди говорите про сырье да не парились по поводу того что ну слегка заферментируется чай и его при этом вполне можно было относить к разряду зеленых да тогда собственно говоря и разделение этого не было потому что кроме вот этого шайтина по сути скорее всего ничего и не существовало вот единственный был чай в своем роде такой прото чай наших нынешних чаев нынешней вот этой чайной мозаики нынешнего разнообразия вот таков он пуэр и за счет вот этой базовой ферментации которые есть чай изначально затем при хранении соотношение ферментированных не ферментированных чаев менялась в пользу ферментированных и будучи изначально зеленым он становился фактически по прошествии некоторого количества времени черным и еще в пуэре есть какое чудо чудесное свойство что проживая время он ну условно конечно проходит все виды все разнообразие китайского чая то есть когда пуэр молодой только что сделано это словно зеленый чай или какой-то словно ферментированного когда он постарше чуток в нем что-то появляется сродни желтым чаям когда он еще чуть постарше он входит в возраст улуна метод напоминает опять же вот этот тему возраста был такой и есть собственно конечный дом леопольд бурмель замечательный во франции его называют коньяк винодела потом свои бренды называл по времени и соотнесение времени с тем или другим качеством аромата у него был там время цветов время специй разные как бы взаимодействие вот эти конечно спиртов и времени проявляли в разный период своей жизни разные качества также и чай пуэр когда он делается можно и ощущение свое передать от его букеты и как бы по смыслу его по сути привязать какому-то чай я к чему это все говорю что когда мы пьем пуэр храним его наблюдаем за его изменениями трансформацией мы проживаем с ним некий чайные жизни мы живем как бы свою жизнь и чай проживает рядом с нами свои чайные жизни и в конце концов он становится старым при старом черном чаем и когда-то там очень большом измерении возрастном там 50-60 лет как говорит высокой экспертов да 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 у него приблизительно развитие уже прекращается потому что уже некуда чайным листу ферментироваться заферментировался да но зависит опять же от структуры чая от многих факторов и от условий хранения то есть чай пуэр в зависимости того в каком регионе мира мы его храним в каком регионе китая в какой стилистике моего храним он получается разным не одинаково понятно но про регионы я бы сейчас пока не стал говорить я бы сказал несколько слов о том какой в китае на это взгляд вот китае есть два стиля хранения чая пуэр есть влажный его по-другому называют гонконгский потому что он был придуман и сухой или тайваньский потому что он был придуман предваряя вот то что вы сейчас будете говорить мы говорим о шу о шенах или неважно мы говорим сейчас я думал на самом деле когда говорил о шенах конечно особенно вот об эффекте вот этого проживания жизней и разных чайных состояний но в шу пуэре процесс взаимодействия со временем тоже происходит вот то есть когда они не когда его сделали он должен какое-то время полежать у него должна уйти скирда запах скирды то есть запах того как чай делает и он какое-то время должен полежать и условно говоря вот эта активность вот этих запахов память технологии должна уйти на память технологии да и тогда должен уже привести формированный букет вкус который в него технологом людьми которые собирались думали об этом чай когда делали которые не на закладываются эти качества уже проявляются и потом при хранении он приобретает больше элегантность мягкость но в нем не происходит таких могучих трансформаций как шей но тем не менее они есть под воздействием времени шу пуэр тоже меняется и прошу прощения друзья еще разочек хотели вам напомнить что мы откроем сегодня уникальный секрет но в самом самом деле я даже не просто уникальный секрет а пугающий уникальный с одной стороны интересный да он относительно пугающий но да его нужно знать потому что без него но на уровень непонятно много будет непонятно расскажу на самом деле но про гонконгское влажное хранение мы говорили и про тайваньское об этом я думаю можно рассказать как-то в отдельном формате потому что слишком специфическое слишком привязано к китаю к миру китайского хранения выдержанного чай и к самой стилистике но одно условно скажем это вот создание влажных условий важной среды при хранении избыточной другое хранение это домашние коллекционные то есть там где мы живем там хранится наш чай это тайваньское хранение для сухой склад гонконгская мокрая это уже специальный хранилище сухой склад температура оптимальная я вот что 29 34 градуса я вообще по год температуры сейчас мечтал но поскольку ты читал я тебе верю мне кажется что важно даже когда мы делаем так называемый сухой склад ставить прям в шкаф для хранения чай пару чашечек с водой или с чаем таким образом естественно процесс регуляции идет но искусство увлажнять не нужно не нужно превращать вот это очарование естественного хранения увлажненное сильно хранение потому что это приводит к тому что трансформация веществ может идти слишком быстро мне не нравится макроскладовский чей вот так вот расскажу одну очень интересную историю и мы к секрету лечу я как-то из китая в самолете выберет сумочками полными самых лучших чьих я их даже не мог доверить никому чтобы их куда-то можно положить отвезти помнутся рассыпать и чё-то с чем-то перепутать но перевозка дел не хочет побыстрее попробовать довезу короче привожу в шереметьево там все загрузился машину поехал приехал открыл валюсь с ног думаю блин надо попробовать хочешь попробовать не понимаю открываю раз чай смотрю вот да такой замечательный там уж не помню что был байхау попили но в китае да да я раз его в гайвань там завариваю вкуса нет аромата нет действия нет то есть я думал что либо меня как-то хитро обманули да либо это мистик какая-то либо я схожу с ума ну как так ну такого же не может быть на следующий день просыпаюсь пробую но как говорит старший фигня если по-народному выражать бывает проходит несколько дней и вот он тот самый вкус который был в китае у нас другая вода другие природные климатические условия все равно чай в россии заварить не так как в китае и не факт что хуже по-своему наш некоторые говорят китае вкуснее чай не так не так я замечал и одно и такое это и другое здесь есть все по-разному как ты говоришь так вот чай перенес стресс тонкий продукт в чай много воды много влаги вода вода тоже она структура который несет на себе информации которая от всех внешних воздействий ну как сказать страдает она впитывает эти воздействия тут такая можем не успеем для живого такой быстрый перемещение нужно время чтобы стабилизироваться даже когда чай едет поездом нужно время чтобы стабилизироваться а в пуэрах как чаях волшебных это наиболее ярко проявлено вот расскажи секрет что случилось попробуем вместе его с пуэром то есть пуэр да он действительно уникальный продукт который живет своей жизнью он постоянно развивается каким-то образом меняет свои свойства и заметили все таки начали изучать смотреть этот процесс заметили очень интересную штуку что как только блин пуэра или рассыпной пуэр перемещается с места на место но условно говоря взяли бы его в одном месте переместили в том же городе даже в другое место даже в том же здании в другое место вы можете заметить что он совсем другой то есть он где-то не добирает не дорабатывает там далее реально другой и но были либо как вариант можно даже сказать что где-то может стать и лучше может снова пока не замечено было такого да и начали дальше изучать этот феномен это наш с тобой ци ну наверно да начали изучать феномен этот и в общем то пришли к тому что эфиров примерно через месяц он входит в ту стадию уникального вот качество которому был изначально да то есть действительно он стал становится хороший мы не говорим о том что уствогари взяли купили или приобрели ли кто-то подарил плохой пuchar и потом через метод вдруг переместив дом хорошее место к такой вот такой был айён но когда вы берете какой-то уникальный продукт действительно вот по эр купили он уникальный вкусный хороший и вдруг переместили и что-то происходит вы начинаете пробовать его и не понимаете как же так я пробовал вот буквально он один был а сейчас он стал другой не спешите буквально через месяц вы с большой долей вероятности получите тот же самый продукт а может быть и лучше в идее он должен быть лучше потому что а вот власть на месте а потом еще пройдет время и действительно образуется это соединение пуэра и место которое уже само по станет самоценным и у меня была такая мечта и собственно говоря это мечта не так уж и далека от реализации занимаясь хорошим чаем как говорится предлагать его людям люди живут в разных местах и потом какой-то момент там через несколько лет допустим каждый посылает кусочек simple или приезжает сам со своим чаем мы садимся и в течение какого-то время пьем эти чаи и калейдоскоп там вот этих ощущений пуэр один и тоже из сочи из новосибирска из моего любимого якутска из москвы из калининграда откуда ты за границы вот ко мне как-то друг прилетал из англии он покупал пуэры у меня свое время давно и великобритании хранил там на островах климат влажный другой вообще все другое он потом очень назад привозил попробовать они очень сильно отличались от московских хотя в москве тоже климат довольно важный умеренно континентальный но разный не великобритании итак друзья экспериментируйте экспериментируйте за своим парами это не говорит являетесь ничему это не говорит о том что в течение этого месяца когда вы откуда-то достали или приобрели пуэр в течение месяца его пить не нужно его вполне можно пить просто не удивляйтесь также когда через месяц он вдруг станет вау как хорош да поэтому просто смотрите наблюдайте в общем-то это нормальный процесс чая пуэр может множество странного чудесного удивительного наблюдайте за этим это сделает вашу жизнь богаче да спасибо